Добро пожаловать на канал Метой Геймс, и мы продолжаем проходить с Героев Меча и Магии. Миссия вторая. Поехали! Итак, дорогие друзья, вот он, начался наш, так скажем, второй сценарий. Заставочек пока никаких не было. Посмотрим, что, аннексия? Или аннексия, как правильно, я, к сожалению, не знаю, туповатый. Так, властители запредельных земель отказываются принести клятву верности Роланду, и поэтому должны быть повержены. А богатство и власть им не занимать, поэтому будьте готовы к нелегкой борьбе. Чтобы победить, захватите все вражеские замки. Окей, и нам дают выбор между тремя фракциями, за которыми мы сможем сыграть. Я предпочту, наверное, все-таки колдунью. У колдуньи два мощных лучника есть, плюс жароптицы, и они довольно дешевые. Чароди, дорогущий пипец, а рыцари, мне кажется, не самые сильные, потому что там крестьяне эти вонючие, бесполезные. А здесь первого левела это спрайты, феи летают вообще как надо. Так, вы получили от Роланда следующее послание. Неименно сильного владыки, бароны вцепились друг в другу в глотки. Мы должны объединить эти земли. Учтите, стоит вам оставить свой замок без защиты, как он немедля будет атакован врагами. Окей. Артефактов у нас, естественно, никаких нет. Блин, персонаж, конечно, со своей навигацией это дичь. О, у нас есть четыре джина. Двадцать, тридцать. Очень высокая. Ну, скажем так. О, кстати, у нас есть хороший Дмитрий, чтобы начать. Почему он хорош? Потому что у него прекрасные навыки вторичные. Лидерство и баллистика. Так, окей, ладно, посмотрим, что мы можем сделать. Вот, у нас есть джины. Давайте купим одного героя. Однозначно оставим армию здесь, потому как она не очень нам нужна. Хотя лучников можно было бы и забрать. Но нет. Так. Сейчас пока скинем гномов. Скинем всех спрайтов. Гномов оставим в замке. У них низкая скорость. Поэтому они нам будут скорее мешать, чем помогать. Так. Золотишко. Вижу чью-то хатку. Обойдемся ли мы двумя героями? Пожалуй, не обойдемся. Поэтому купим еще одного героя. Третьего. Конечно, колдунью купим. В нашем случае она будет выгоднее, чем... Чародей. Так. Что нам нужно? Мы можем поставить башню алую. Судя по тому, что у нас довольно много ресурсов. Но денег не будет, как всегда. Так. Что для нее нужно? Нужен загон. Для загона нужен Стоунхендж. Для Стоунхенджа нужно стрельбище гильдия магов. Гильдия у нас есть. Один, два, три, четыре. Поэтому начнем со статуи. Пусть у нас будет дополнительный прирост денег. Лучше. Так. Мы купим еще одну женщину. Все-таки хоть какую-то защиту в замке поставим. Так будет, мне кажется, более продуктивно. Так. Здесь мы сделаем... Ну да, давайте будем еще ручками писать. А это мы попробуем разделить. Все-таки вот как-то так попробуем. И посмотрим, что из этого получится. Ладно. Почему я так разделил? Потому что у нас здесь лучники. Их, в принципе, можно отфигачить и забрать ресы. Тут хороший артефакт, судя по всему. Тут еще ресы. Так. Эта женщина пока пусть сходит в золотишко соберет. Нам нужно много золота. Отлично прокнулась в две тысячи. А у меня, наверное, книги заклинаний-то нет. Нет, все-таки надо забрать книгу заклинаний. Без книги заклинаний плохо. Потому что у нас здесь гильдия. Все-таки каменная кожа, проклятие. Показать ресурсы что-то есть. А у кого еще ходы не закончились? У женщины. Ну, пусть подойдет на одну клеточку. Так, разведки чуть-чуть. Эти ресы всегда можно будет забрать после. А тут надо пойти в разведочку. Ага, лучники, лучники. Кругом лучники, главное, на защите. Что я очень не люблю, так это лучников на защите. Так, здесь у нас куча всякого разного. Ну, а здесь у нас показать ресурсы. Абсолютно бесполезное заклинание. Здесь у нас скелеты, которые охраняют золото. Так, с основными ресурсами у нас, конечно же, проблем нет. Но с золотом у нас тоже проблем нет. Поэтому все-таки выбьем шахту. Ох, еще и принять. Сколько? 20 орков. Отлично, 20 бесплатных лучников. Это то, что нужно. Совершенно то, что здесь еще куча этих орков. Возможно, кто-то из них присоединится. Впоследствии. Ну, а мы постараемся все-таки поставить птиц на первой неделе. Только вот где взять для них ресурсы. Надеюсь, там наверху ресурсы будут. Потому что с золотом вроде как проблемы особой нет. Заберем, конечно же, опыт. Логистику изучим. Отлично. Да, вижу дополнительное то, что нам необходимо из ресурсов. Так, заберем опыт. Отлично. Второму человеку тоже прокнулась логистика. Очень хорошо. Теперь у нас есть и Стоунхендж. И Стрельбище. Так, ну эти мы, конечно же, пойдем сюда. Почему не пойти туда, куда надо? Этих заставить драться. Ну, мы не стесняемся летим с ними драться. Потому что дополнительный опыт лишним никогда не будет. А потери они нам не нанесут вообще ни при каких обстоятельствах. Да, в угол. Есть ли смысл идти? Вот в чем вопрос. Так. Давайте проверим. Зато у нас мы посмотрим, что за навык. Если навык достойный, то в следующий ход сходим. А пока пойдем пробьем гномов. У нас есть немножко лучников. Думаю, мы с гномами справимся. Так, загон мы тоже поставили. Тут ресурсы собрали. Золота нужно много. Удача. Мистицизм не самый важный навык. Поэтому, в принципе, его можно оставить. Гномы охраняют артефакт. Ходят довольно быстро. Ну, ничего. Пусть немножко подойдут, а мы пока в них стрельнем. Так, у них очень мало урона. Поэтому нам тоже они особой проблемы не составят. Просто заклюем их джинами и все. Не будем рисковать. Подлетать и бить. Мало ли они бы отдачу потом дали. Окей, 340. Отлично. 340 опыта. Дополнительный артефакт. Боюсь, этот артефакт нам не сильно полезен. Всего лишь два знания дает. Но, тем не менее, можно выбить сюда, чтобы потом вторичка прибежала и собрала всякое. В принципе, так и поступим. Алая башня. Не хватает. Немножко. Ртути. Мы забрали Ртути или не забрали? Нет, не забрали. Значит, в принципе, нам спешить ни к чему. Можем посмотреть что-нибудь еще. Фей. Удачу. Рынок можно было бы взять. Гильдиваров дает инфу. Здесь нужно, здесь не нужно. Полторы тысячи. Увы, шельфа очень сильный юнит. Но пока не будем, пока не будем покупать. Опасности вроде как нет. Никакой надвигающейся. Так, все, мы забрали. Ну, вынесем полуросликов просто для того, чтобы открыть себе проход туда подальше. Будем надеяться, что это нам сыграет позитивно. Вот, отлично. Опять же, никаких потерь. Все-таки джины свое дело делают. Туда мы не пойдем. Основным героем не будем тратить на это время. Потому что я особого смысла не вижу. Зато алую башню поставим. Получается, у нас теперь есть феникса. Блин, феникса стоит ртуть. Где ее брать? Так. Заберем. Блин, дипломатия, конечно, тоже топовая тема. Ну, а нам нужно бежать. Нам нужно бежать в основной замок. Там, конечно, вон экспа лежит. Но нафиг она нам не нужна. Пойдем сюда. Выбивать деньги пойдем из врагов. На всякий случай купим колдунью. Она будет здесь теряться, чтобы защищать пространство наше. Максимум одну. Так. Ну и поставим полигон. Пусть у нас будет улучшенный эльф. Вот там человечек бегает. Кто-то из врагов там шатается. Так. Сделаем, короче, таким хитрым образом. Сколько? Две можем позволить себе, да? Поставим еще рынок. На всякий случай в дальнейшем можно будет какие-нибудь резики поменять. Купим здесь максимум. И вот тут максимум. К сожалению, максимум маловато. Так. Ну, ничего страшного. Что-то я затупил. Ну, ладно. Так. Теперь наш мужчина подходит сюда. Женщина забирает у него орков. Потому что орки замедляют. Достаточно сильно. И делает как-то вот так. Эта женщина собирает золотишко. Причем нехило так у нее золотишко здесь. Эта женщина возвращается к себе. На следующий ход она просто принесет нам остатки. Необходимые для закупки. Так. А где рынок? Это колодец. А, вот рынок. Так, спрятан. Что мы можем выменять? Три. Ну, нам нужно на самом деле семь. Угу. Есть только пять. Ну, пять тоже результат. Мы просто улучшим Стоунхендж тогда для начала. Потому что грейжины и друиды лучше, чем не грейжины. Так, шестерых забрали. Друидов сколько? Четверых забрали. Ну, как бы, в принципе, лучше, чем ничего. Правильно? Отдадим орков. Орки будут прикрывать замок, если что. Ну, а наша женщина останется на разгоне тогда. Так, окей. Мы можем убить скелетов, чтобы забрать у них немножко опыта и при этом немножко золота. Угу. Отлично. О, аморалька подъехала. Опыта мы взяли, сколько нам надо. Так, поменяем их местами. Думаю, так будет более продуктивно. Блин, присоединились бы. Но, к сожалению, присоединяться они не хотят. На всякий случай кинем проклятие. Продолжение следует. Думаю, вот так вот надо сделать, чтобы очередь была правильной. Отлично, отлично, отлично. Забирать ли мудрость или все-таки... Ну, возьмем на всякий случай мудрость, потому что мало ли чё. Лучше уж быть на единичку мудрым, чем потом какую-нибудь дичь получить в итоге. Так, ну, а здесь мы побежим. Блин, не пройти. Проход сам себе заблокировал. Кто же знал. Ладно, окей. Ага, тут уже кто-то шакалит. Так, сначала эта женщина пойдет посмотрим, что тут творится. Отберет шахту хотя бы на время. Вторую тоже хотя бы на время отберет. Нам пара лишних ресурсов пригодится. О, тут надо отбить меч. Все-таки хороший артефакт нам будет. Так, эта женщина сразу прячется здесь. Как бы за счет вот такой небольшой армии пытается обороняться. А эта женщина смотрит, что у нас тут. Казначей. Для вторичного героя отличный навык. Но для первичного, конечно, он абсолютно бесполезен. Поэтому мы просто пойдем и убьем зомбарей. Которые нам еще и экспы подарят. А экспа, это дополнительные статы. Дополнительные навыки. Короче, прям целый пакет разных бонусов. Без потерь. 460 опыта. Выбили артефакт. Дерево что хочет. 10 самоцветов. Ну, в принципе, у нас много самоцветных шахт. Ну, ладно. Через пробел здесь не работает. Женщина стоит, ждет чудес. Сейчас мы поставим сюда... Чем-нибудь поставим. Наверное, ничего не будем ставить, на самом деле. Уволим бедолаг. Чтобы мораль они нам не портили. Прикупим, пожалуй, друидов немножко. Просто, чтобы они здесь были, как защита. Ну и поставим, да, вот эту штуку. Пусть будет. Ну, я так и думал, что на старичку нападут. Так. Тут все не грейженное, к сожалению, у него. Или, к счастью, не знаю. Давайте попробуем выбить из него все его нутро. На всякий случай проклянем летучих. Так, мы наносим... Четверых мы там сможем убить, да? Ну, максимум пятерых, шестерых. Это прям в лучшем случае. Сколько они ходят, непонятно, да? А здесь мы убьем одного. Двух максимум. Мы получим маленькую ответку. Ой, мы всех убили. Неожиданно. Ну, ладно. Надо пожертвовать спрайтами, чтобы он не... Ну, зачем? Вот падла. Ну, ладно. Это один из основных его героев. Для нас это достаточно важно. Надо просто забрать город. Будет у нас дополнительный прирост ресурсов. Да, конечно, примем хоббитов, чтобы ему не доставались. Дополнительный прирост ресурсов — это очень важно. И плюс там, по-моему, у нас дополнительно будут еще и наши войска подъезжать. Поэтому грешно не воспользоваться таким удобством. Так, мы на всякий случай проклянем, ребят. Сюда полетим, естественно. Здесь так вот сделаем. Ну, а что делать? Приходится потихонечку терять джинов. Ой, причем не так уж и потихонечку. Потому что прям терроризирует их. Ну, ладно. В принципе, неплохо. В принципе, неплохо. Двух лучников, одного джина потеряли. О, дипломатию получили. И желтого вынесли. Так, ну, джинов мы скинем. Здесь очень хороший закуп. Здесь высокого уровня... Ну, второго. Выглядит просто высоко. Так, высокого уровня гильдии. Что тут есть вообще? Что из войск-то? Кроме одного гнома ничего нет. На алую башню, естественно, у нас не хватает денег. Мы можем поставить рынок. Чтобы цена была выгоднее, правильно? Так, а что у нас по... Дню недели, пятый? Ну да, поставим рынок. Чтобы потом можно было выменяться немножко. Джинов оставим здесь. Хотя, в принципе, можно их пока с собой поносить. Они нам не сильно-то и мешают. Заберем тысячу опыта. Возьмем логистику. Пустует. Плохо. Ну, надо идти, отбивать ресурсы. Здесь посмотрим, что у нас тут творится. Здесь тоже ничего толкового. Ну, ладно. Ай-яй-яй, сейчас мы умрем. Ну, бывает. Здесь, в принципе, все, что здесь нужно делать, это, по сути, ставить защиту в виде там таверны и радуги, чтобы просто были защитные эффекты у нас. А, ну, с другой стороны, что мы можем здесь сделать? Мы тут ничего сделать не можем. Мы просто возьмем да убежим, чтобы не давать противнику экспы. Так, ну, нам нужно купить героя все-таки. Ну, так, скинем пока, чтобы получше себя чувствовать. Ну, заберем казначейство, хотя здесь тоже казначейство можно было бы и потерпеть. А основным героем пойдем теперь уже на тропу войны выходить потихонечку. Что мы можем здесь такого сделать, полезного? Построить полигон, чтобы были грейженые эльфы. Так, седьмой день. Вообще, надо было бы, конечно, начать не с этого, но чего уж поделаешь. Так, здесь у нас есть только шавка какая-то, ее мы можем, в принципе, и грохнуть, поэтому туда и пойдем. Ну, разумеется, здесь мы ничего такого поставили. Ставить не можем, пока и не будем. Ни к чему нам это. Так, что мы можем себе позволить? Максимум всех пятерых. Отлично. Здесь максимум только одного можем позволить. Так, ладно. Разрушающий луч. Два в день. Нормально, в принципе, нормально. То есть, из армии мы, к сожалению, ничего толкового себе не позволим, кроме того, что мы сейчас пойдем на рыночек и что-нибудь повыменим ресурсов, которых у нас, например, реально много. Получим немножко денег, да? И докупим, например, вот этих ребят бравых четверых. Так, гномов сюда. Чуть-чуть не дошли, одного хода не хватило, но ничего страшного. Нас это не погубит. Сделаем вот так. И вот мы уже посерьезнее. Можно, в принципе, волков-то и грохнуть. Тут у нас появилась молния, например. Можно бахнуть. Ладно. Волки, они по жизням слабые, но сильные по скорости и атаке. Поэтому вот как-то так. Отлично. Без потерь. Да, великолепно. 740 опыта. Без потерь. Получаем дополнительно книгу за 250. Вдвое эффективности всех заклинаний, связанных с призывом существ. У меня нет ни одного заклинания призыва существ. Желаете купить предмет? Нет, пока не желаем, потому что дорого. Призывов существ у нас все равно нет. Что там Оракул покажет нам? Ну, мощность армии самая высокая у нас, поэтому мы, так скажем, за жизнь не переживаем. Отлично, он вышел из замка. И это позволит нам сейчас его кокнуть. Тут, конечно же, пойдем. Не будем понапрасну вот так вот пропадать. Заберем всякие вкусности. Ну, и тут потихонечку докупим армию. В принципе... Да, как-то так докупились. Скинем орков, чтобы был разгон получше. А тут пойдем воевать. Птицы захотели воевать. К сожалению, ничего толкового нет. А, у нас и маны нет. Блин, тут потеряем лучников, получается. А может, и не потеряем особо так сильно. Потому как... Мы, ребята, крепкие. Руки не такие уж и сильные. Отлично. Выбили. Жизненные силы. А, ну у нас нет ничего. Ну, зато можно пустить стрелу. Да, мне очень-то больно. Ну, что поделаешь. Он дал ослепление, чтобы сбить ослепление. Ну, это нам на руку. Опять пошел бить друидов. Мерзкий такой, такой мерзкий вообще. Просто. Ай-яй-яй. 52 здоровья осталось. Ну, тут мы тоже вынесем его без особых усилий. Заберем логистику. Да, удачу возьмем. Удача может быть очень полезным навыком. Поэтому заберем. Так. В принципе, давайте, смотрите, на чем. Сейчас захватим замок. Или что делать? Ну, надо захват... А, ну ладно, давайте тогда уж эту миссию, я думаю, мы пройдем за один подход. Денежек нет. Все денежки кончились. Ага. Вот тут уже к нам плывут злопыхатели. Ну, плывут и плывут. Что ж тут поделаешь? Тут глушников потеряю, потому что... Потому что башни будут стрелять. Окей. Но это не критично. Все-таки мы его вынесли. Здесь у нас гильдия третьего уже. Появились какие-то убойные заклинания. Довольно много убойных заклинаний. Что у нас тут еще есть? Видолага особо развиться не смог. Угу. В принципе, нам ничего из того, что он нам может предложить-то и не надо. И нам бы отрегенить ману. Колодцев я по дороге нигде не видел. Что печально. Поэтому мы все-таки останемся, да, на месте. Так, а тут у нас что такое? Стая много. Ну, если он нападет, он тунца покушает у нас здесь. Разобьется. О, защиту. Даже думаешь, оп, оп, такую, и то разобьется. Так, ну, да, женщина, ты что, в замок ты все хочешь попасть? Я понял, почему ты хочешь в замок попасть? Потому что тебе по-другому не пойти. Окей, ладно. Здесь все-таки потратим один ход на реген маны, потому что маны у нас может быть 40, а у нас только 3 в наличии. поэтому просто потерпим. Думаю, ничего страшного из этого не случится. Ай, блин, фига, я просто прошляпил колодец. Поэтому, чё, я буду, да, париться и тратить время? Целый ход. Когда я могу просто пойти сюда к колодцу? Вол. Кек. Теперь у нас денег уже много. Всю магическую энергию пополнили нам. 500 золота дали. Маги решили подраться. Ну, блин, плохо, что они решили подраться. Понятное дело, что... Ай, я неправильно сделал. А, ну ладно. Ещё по-божески выкрутился из ситуации. Если бы они присоединились, им бы некуда было вставать, поэтому ничего страшного. Стрелка возьмём, конечно же. А он всё-таки высадился, да? Наивный джентльмен. Крайне наивный, потому что у нас тут подъехало чуть больше защиты. Ну, пусть хорома будет улучшенная. Улучшенные гномы, они, ребята, крепкие. Так, ну, эта женщина пойдёт, заберёт здесь. Пойдёт спокойно вот сюда. Он всё-таки решился напасть. Очень странное решение, потому как... Он не вытянет. Даже учитывая его магические способности, он точно не вытащит. Так, у нас сейчас единороги, да? Мы просто встанем вот сюда. Ой, я не туда встал. Лол, кек, чебурек. Ну, ладно. Заблокируем лучников на один выстрел. Уже неплохо. Так, ну, мы будем пробивать лучников, потому что единственная сейчас единица, которая может наносить по нам урон. Пока проклянём этих ребят на всякий случай. Отойдём вот так. Пусть ворву стоят. Но он здесь может нас выбить без особых усилий при этом. Ну, думаю, мы всё-таки вытянем данный бой. Но у него баллистика хорошо развита, поэтому нельзя сказать, что у нас дела идут очень уж хорошо. С другой стороны, у нас есть возможность стрелять, но я затупил, конечно, дико. Ну, ладно. Пойдём, вынесем его в крестьян. У нас всё-таки есть башня лучников, которая простреливает нехило. Ну, орки нам не особо-то нужны. Пусть он с ними дерётся. Отлично, ослепление сработало. значит, что мы выиграли дополнительный ход. ну, вот, в принципе, и застреляли его. Но он убежал. Но ничего страшного, он потерял всю армию, то, что он убежал, меня лично не сильно волнует. Орки, конечно. Это серьёзно. Да, заставим драться, почему бы и не получить дополнительный опыт перед основными битвами. Но мы ему большую часть армии, походу, выбили. То есть, я не знаю, как он теперь, если и сможет, каким образом нам сопротивляться. У нас всё-таки можно взять, например, здесь просто вот этих ребят купить. Допустим, да, лапнуть вот эту штуку, купить этих ребят. Много мы их, правда, не купим. Но ничего страшного. Такс, и... понятно. Корабль не в самом удачном месте. Ладно, пойдём пешком. Да, навигация. Спасибо. Очень нужно. Но вот, с другой стороны, у него тут армии уже не осталось. Если мы сейчас умысим коней, снесём. Ну да, у него армии-то и нет. Как бы... Как бы это грустно не звучало, у него у бедолаги и армии-то не осталось. Эх, 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 всё мы ему вынесли. Педняга. Ну ладно. Жизнь штука несправедливая. ну мы же уже заходили. Ну да, он подкупил немножко лучников, я так понимаю, и это всё же, на что он способен. ну и мечники у него есть. Ох, ему не повезло, конечно. Он даже, походу, пострелять не успеет с башни. Ну да, вот этот цветок был. ну и мы выиграли. текст. на этом всё. Ждите следующего выпуска уже совсем скоро. Пока-пока. Эту миссию получилось пройти быстренько, за 30 минуточек. Как там со следующей, посмотрим. До новых встреч. Не забываем подписываться на канал, ставить лайки, писать комментарии и поделитесь этим видео, если смотрите через ВК, например, сделайте репост. ничего сложного, мне очень приятно, этим вы поможете развить в канала. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok